Сегодня у нас заключительная, можно сказать, стадия оформления сделки купли-продажи той квартиры, которую я выбрал. Сейчас я еду в аэропорт, встречаю юриста компании ЖК Bestway, и мы едем уже непосредственно на квартиру, и потом в МФЦ на оформление сделки. До встречи! Идет подпись договора купли-продажи на первую квартиру в городе Липецк через жилищный кооператив Bestway. 1,2,2,2. Итак, сегодня состоялось долгожданное событие, которого я долго ждал. Мы сегодня подписали договор купли-продажи, отдали на оформление в МФЦ, и теперь ждем регистрации в Росреестре. На сегодняшний момент хочу поделиться информацией, какие документы мы подписали с кооперативом, с юристом нашего кооператива, и какие документы остались у меня на руках после его отъезда. Первое – это доверенность, которая дает мне право после регистрации сделки в Росреестре забрать пакет документов из МФЦ. Также юрист кооператива предоставил мне уведомление о расходах, о том, что кооператив потратил денежные средства в размере 2900 рублей на изготовление доверенности. В пакет документов также входит акт приема-передачи объекта недвижимости, где сказано, что ЖК на основании договора купли-продажи 4 апреля 2019 года передал, а пайщик ЖК принял в пользование объект недвижимости, расположенный по адресу такому-то. ЖК не может отчуждать жилое помещение третьим лицам, либо обременять правами третьих лиц в период проживания в днем пайщика ЖК. Обязательство ЖК по передаче жилого помещения пайщику ЖК считается исполненным с момента подписания на настоящего акта. К этому акту приложен документ, называется «Правило пользования жилым помещением». Получается, что акт «Правило пользования и дополнительное соглашение к договору пай-накопления» является неотъемлемой частью к договору пай-накопления. Дополнительное соглашение включает в себя индивидуальный график погашения платежей по рассрочке. В нем указано, что вступительный взнос я оплатил, ежемесячные членские взносы, целевой взнос, государственная пошлина и первоначальный взнос на приобретение недвижимости я оплатил 885 тысяч рублей. То есть это чуть больше 35%. Стоимость объекта недвижимости составляет 2,5 миллиона. Таким образом, платеж по рассрочке на 10 лет у меня составляет 14 458 рублей, из которых 1000 рублей – это ежемесячный членский взнос, 13 458 рублей – это возврат тех денежных средств, которые предоставил мне кооператив, рассрочку на 10 лет под 0% годовых. Таким образом, получается, что за весь период в течение 10 лет моя переплата от стоимости объекта недвижимости составит не более 15%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...